Доброго ранку! Мы из Украины. Меня зовут Лена и я рада вас приветствовать на своем канале. Девчонки, вы знаете, вот в такое тяжелое, сложное время очень приятно получать подарки. И я вот следующее видео запишу, вам покажу. Я на своем основном канале «Жизнь худеющей богини» рассказывала, что приходили мои подружки пошупать, помацать мою новую кухню, посмотреть квартиру, потому что до войны уже сделан был ремонт, все остальное во время войны доделывалось, да, скажем так, довозили люди то, что должны были сделать мастера. И девчонки этого не видели. И вот за долгое время мы собрались вместе и провели очень, знаете, так тихо, спокойно время. И тоже мне там были подарены подарки, я вам покажу уже давайте в следующем видео. Я вам обещала в этом видео, но в этом видео тут пораньше, так сказать, еще одни подарки пришли. Ко мне в гости приходила на работу Алла Ковальчук, я думаю, вы знаете, это блогер наш тоже, Кременчуцкий, кулинарный блогер. Некоторые фишечки, конечно же, беру и у Аллы для себя, когда готовлю мужу, потому что я-то нахожусь на правильном питании, по крайней мере стараюсь придерживаться основ правильного питания. С Аллой этого не получается. Ну, я знаю, что у меня и зрители тоже подписаны и на меня, и на Аллу. И вот Алла принесла гостиниц. Я пока вам не покажу, я такую, знаете, на минуточку сделаю паузу. Я уверена, что вы даже угадаете, чем меня угостила Алла. Вот чем она может угостить, какие гостыны сможет Пренесты. Я в свою очередь тоже угостила своим фирменным латте. Это все, что я могла сделать буквально за несколько секунд. Она как ветер залетела, улетела. Ну, собственно, как и всегда. Я думаю, какие-то, наверное, покупки делала для дома, для дома и для семьи у меня на работе, ну, на рынке. Так вот, я еще в сториз выставила. Я говорю, ну, Алла меня балует, конечно, такими продуктами. Ой, я уже проговорилась, да? Уже проговорилась, что именно подарила Алла. Но увидели мои коллеги на работе и говорят, о, тебе Ковальчук подходила, да? Наверное, принесла то, что я сейчас покажу. Я говорю, ну, конечно, конечно, это очень вкусно. Не скажу, что прям полезно-полезно, потому что это соленое. И я стараюсь сейчас, ну, вот такого поменьше. Начала говорить за Инстаграм. В Инстаграме говорю, я балую всех овсяно-блинами, а Алла меня балует такими подарками своими. Ну, вы знаете, короче, я не буду вас уже мусолить, скажем так. Я вам покажу, какой подарок. Но здесь уже без одной штуки, девочки, догадайтесь. Таранка, таранка. Я просто обожнюю. Вот, я вам еще немножечко ближе покажу. Вы знаете, я не рыбачка. Ну, вот со своим вторым мужем, он был рыбаком таким, знаете, ну, так сказать, можно сказать, заядлым. И меня с собой брал иногда на рыбалку. То, вы знаете, мне нравился вот сам процесс. Но у меня даже был такой момент, когда мне это очень понравилось. Забросила удочку и поймала, я уже не помню, какую-то рыбу. Я, если честно, вот у них в сортах рыбы не очень сильно разбираюсь. Ну, как бы отличить там таранку от лосося смогу, скажем так. Ну, когда я поймала рыбу, вот мы выплыли где-то были на каком-то ставке, выплыли на середину. И, вот, короче, клюнула. Вы знаете, вот когда клюет такой, такой, какой, какой-то драйв получаешь. Я такая, раз, он мне подсекает. Я так, раз, подсекну. Думаю, ура, я как закричу, он тихо-тихо, не кричи. Вокруг рыбаки сразу так раз, 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 раз с лодками и быстренько-быстренько к нам. То есть, в этом случае нужно так тихонько, я так поняла, подсекать. Но, вы знаете, вот этот драйв, который вот рыбаки, которые идут зимой, я вообще не понимала. Господи, думаю, как они там, бедолаги, мерзнут, холодно. Да ну его нафиг. Но вот теперь я, не теперь, а тогда я поняла. Да, сейчас как-то Ярослав у меня не рыбак такой, чтобы сидеть. Ну, можем поехать просто так, посидеть на берегу, знаете, вот как бы релакс такой, но он не рыбак. Вот у меня у подруги, у одной муж рыбак, у другой такой заядлый рыбак. То я понимаю, когда ты вот подсекаешь, когда ты ловишь. То я, в принципе, Аллу тоже понимаю, когда вот видео ее смотрела, как там, как они Саша и на Зорьку ездили, и на ночь ездили. То есть, ну, и тем более я знаю, что это приготовлено с любовью, подарено с любовью. Так что еще раз, дякую. Вы подивите, а как она гарно. Вы подивите, вы подивите. Я знаю, что это выловлено собственноручно ею и ее мужем. Саша, Алла, спасибо вам огромное. Вы подивите, а как она гарно. Подивите, а как она гарно. Ну, это ж, это ж эксемочки. Это ж така заразована, как семочки. Но самое интересное, что одной здесь не хватает. У меня зрительница, ой, зрительница, коллега увидела, говорит, к тебе Ковальчук подходила. Наверное, рыбу принесла. Говорю, наверное, угостить, угощай. А когда в Инстаграме сделала, сделала репост, поблагодарила Аллочку за гостыны. Гостыны эти мои подружки, которые у меня были два дня назад, да, в пятницу, сегодня воскресенье, были, говорят, ох, как не вовремя. Вернее, ну, говорили, если бы рыбка была раньше, мы бы ее оприходовали, естественно. Но, говорит, теперь уже есть повод нам еще раз встретиться. Поэтому, девчонок, я, конечно же, приглашаю на эту рыбку. Это очень-очень вкусно. Так вот, это как семечки. Я вот сегодня тоже приготовила слабосоленый лосось на канале, на своем основном похудательном. Я вам покажу, как я его готовила и как я его употребляю в еду. Это вкусно, это полезно, это сытно. Но это уже будет отдельная тема. Но я знаю, просто эту рыбу, на нее как присядешь, это капец. Но самое интересное, девчата, что я пиво не люблю от слова совсем. Пиво мне не нравится. Я его пробовала и с рыбой, и без рыбы. И, ну, в общем, по-разному пробовала. Вот не получается. Могу сидеть в компании, люди будут пить пиво, а я буду трескать рыбу. Поэтому я вот такой, знаете, больше, ну, такую рыбу любят под пиво. Но мне больше нравится она вот отдельно, скажем так. Но я прекрасно понимаю, стоит наесться рыбы. А ты не можешь остановиться. Это же как семечки, это как провокатор. Мне еще моя коллега говорит, а что тут плохого? А что тут плохого? Я говорю, да, ну да. Отош, отош. Поэтому у нас, кстати, Ярослав тоже приносил с работы. Его там знакомую угостил рыбой. Там вообще такая маленькая, сушеная. Вот она, девочки, лежит в холодильнике. И хочется. Но я понимаю, если я сейчас начну есть, это сейчас будет очень много воды. Это будет отек. А я тут уже, знаете, нужно, наверное, как-то расставлять приоритеты. Возможно, там одну когда-то попробовать. Но когда ты не можешь остановиться, это, конечно, очень шревато. Чтобы это не было таким, скажем, продуктом-провокатором. Потому что у меня, вот если я знаю, что у меня, допустим, хлеб-продукт-провокатор, я знаю, что он меня кусочком это не обойдется. Это потом пойдет второй, третий, пятый, десятый. Также и получается у меня с рыбой соленой. То есть вот это все будет ждать моих подружек, когда они придут. Уже, я надеюсь, на победу. И будем праздновать, скажем так, с этой рыбой, с таким гостинцем шикарнейшим, шикардосным. Спасибо, Аллочка. Еще раз хочу поблагодарить. Мне очень и очень приятно, что в такое тяжелое время ты не забыла обо мне. Вот пришла. И да, еще хочу поблагодарить также Аллу Ковальчук. Она на своих эфирах, на своих стримах также дает ссылочку на помощь для бездомных собак. Она знает, что я этим занимаюсь, и ее зрители также в этом участвуют. И зрителей я хотела поблагодарить, которые участвовали, которые участвуют. Я вам очень и очень благодарна. У меня получается по понедельникам ездить в приют. Если остаются какие-то продукты, я это тоже все, но это в будние дни могу отвезти. А вот именно такие закупки, когда я мясное что-то закупаю, либо сама, либо с помощью зрителей, то это у меня происходит по понедельникам. Поэтому хочу поблагодарить также, если будут смотреть зрители Аллы, также и зрителей за такую помощь, которую они оказывают бездомным собачкам. Все, мои хорошие, я была сегодня. Такой у нас маленький, коротенький эфирчик. Рада была с вами пообщаться. Я вас люблю, целую и тяную. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова